Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Густаво Манчинель, итальянский художник, работавший в нескольких жанрах, включая пейзажи, исторические сцены и портреты. Родился в Риме в 1842 году. Я пользуюсь в Википедии. Он был старшим из семи детей, родившихся у художника Джузеппо Манчинель и его жены Мадаленны, уроженной Арнольдой. Отец начал учить его рисовать, когда он был еще совсем маленький. Его первый показ состоялся на выставке в Бурбонов в 1855 году в Неаполе, когда ему было всего 13 лет. И он был награжден серебряной медалью. В 1859 году он был награжден золотой медалью за изображение причастия в катакомбах. Его первая выставка в обществе поощрения изящных искусств состоялась в 1864 году. Он продолжал регулярно выставляться с работами до 1884 года. За эти годы он создал несколько работ в жанре ориенталиста, большинство из которых были оценены очень сурово. Некоторые исторические сцены были приобретены в провинции Неаполь. В конце 70-х выставлялся широко в Риме, Милане, Турине, включая Римскую международную художественную высоту 1883 года, где он представил портрет королевы Маргариты Савольской. В 1891 году, помимо своих работ, он работал в Политианском театре Палермо. С 1897 по 1898 год был одним из художников, создавших фрески для торгового зала в новом здании Неаполитанская фондовая биржа. Также написал несколько алтарных изображений, в том числе одно для часовни святого Августина в церкви Санта-Мария де Федегрота. Умер 12 апреля 1906 года в Неаполе. Вот так вкратце из переводной википедии о Густаво Манчинелли, итальянский художник, работавший в нескольких жанрах, включая пейзажи, исторические сцены и портреты. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok